Танки, машины, самолеты и вертолеты. Так много техники уместилось в небольшом выставочном зале. Все это модели в разном масштабе. 1 к 32, 1 к 48 и так далее. Но каждая машина, каждый самолет выполнен с любовью. Как говорит организатор выставки Юрий Тикунов, если дать одни и те же детали разным людям, то и техника выйдет разная. Каждый и раскрасит по-своему, и может собрать иначе. Хочется отметить, что год от года растет профессионализм участников. То есть работы представляются в тех же количествах, но уровень этих работ, он неизмеримо выше, чем каждый предыдущий год. Это говорит о том, что многие, скажем так, моделисты занимаются этим очень серьезно. И это стало у них практически уже не просто хобби для развлечения. Это стал какой-то определенный стиль жизни. Выставка «Забытые сражения» открывает свои двери в Рязани в 11-й раз. Юрий Тикунов назвал ее юбилейной, потому что впервые открылась она в 2009-м, 10 лет назад. Если раньше работы присылали только из России, то с пятой выставки стали появляться модели из-за рубежа. В настоящий момент таких шесть. Из Вьетнама, Аргентины, Чехии, Польши, Болгарии и Италии. И Матвилий отдельный стенд. Варьируется и возраст участников. На самом деле здесь, как и любви, все возрасты покорны. У нас были работы мастеров, скажем так, ну маленьких мастеров. Даже от четырех лет самый юный участник выставки у нас был. Ну вообще, наверное, где-то лет шести-семи обычно начинают выставлять на выставку работы детей. И верхний предел он не имеет границ, в общем-то. Есть и другой миф. Моделирование – это занятие для мальчиков. Юрий Тикунов сказал, что это заблуждение. На выставке очень много работ, присланных девушками. Например, Ксения Щупак участвует в выставке с четырех лет. Постоянных участников много. Среди них как школьники, так и дизайнеры, художники, домохозяйки, бывшие служащие военные. Они создают настоящие боевые сцены с падающим самолетом, крылья которого прорезают водную гладь и добавляют клубы дыма. А все было создано из небольшой пластиковой модели, такой же, которая стоит на выставочных полках. Посетить выставку может любой желающий, что примечательно расположена она рядом с диорамой Брестская крепость. Такая же модель, только масштабом куда больше. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.